Добрый день, на часах 13.06. Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня у нас необычная программа. Это связано с гостем, который сейчас присутствует в нашей студии, с его известностью, талантом, статусом, если хотите. Константин Райкин в нашей студии, народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Актер, режиссер, руководитель курса в школе-студии «МХАТ». Нет, неправильно. Здравствуйте. Сразу исправляю. Я руководитель школы высших сценических искусств. И это называется «Театральная школа Константина Райкина». Это высшее учебное заведение, которое два года назад было открыто. И вот теперь я им руковожу. Сугубо по вашей инициативе было открыто. Ну, вообще, это была задумка многолетней давности, которая вот два года назад осуществилась. И сейчас я веду курс, который уже второй курс, так сказать, по обучению. И с четырёх лет обучения они как бы вот сейчас до экватора обучения дошли, до середины. А до этого действительно я преподавал в школе-студии «МХАТ» 12 лет, вёл курсы, то есть был художественным руководителем курса. С 2005 года, по-моему, есть? Не-не, с 2001. Вот. И это просто я уточняю. Ну, спасибо за такое представление. Ну, чтобы уж быть точным тогда. Я, да, должен обосновать всё-таки ваше появление в нашей студии. Сегодня вы выйдете на сцену у Дворца культуры Родины. Начало спектакля в 19 часов. Это будет моноспектакль. Поподробнее, что за материал? Материал. Вы знаете, это спектакль, который я играю лет 40, наверное. Это такой спектакль моей жизни. Я его играю и в Москве, в репертуаре театра «Сатирикон». Я его провозил по всему миру. Он видоизменяется очень сильно вместе со мной. Это такой спектакль моей жизни. Вот что хочу, то и делаю. Ну, в рамках профессии своей актёрской. Основа-то какая? Это экспромты или всё-таки заранее заготовленные? Ну, нет. Это экспромты заготовленные. Я могу менять его. Так вот, если это вытянуть в длину, я могу, не уходя со сцены, пробыть на ней, наверное, часов 10. Вот так вот. Вот если это всё, вот за это время всё вместе составить, это такой будет большой товарный поезд. А делаю я, ну, как вам сказать, ну, я артист довольно умелый. Я что-то рассказываю. В основном я читаю стихи, которые мне хочется читать. Ну, так это звучит, наверное, довольно скучно, как вот так вот на слух по радио читаю стихи. Но я их не читаю, я их как бы игра. Мне тут трудно какой-то глагол точный подобрать. Ну, в общем, я... А какие стихи? Чьи? Я читаю стихи Мандельштама, Пушкина, Заболоцкого, Давида Самойлова. Я читаю монологи Лопе де Вега, переведённые на русский язык. Я, ну, вот, у меня много в голове, так сказать, материалов. То есть это спонтанно возникает? Это не спонтанно. Я, конечно, продумывал и продумывал много лет назад что-то. Что-то добавляется, что-то зависит от конкретной публики, которая у меня сегодня. Потому что я могу поменять на ходу как-то вместо одного, прочесть что-то другое или вообще сделать что-то другое. Это такой, ну, спектакль, который вот я играю. И он... Это буквально спектакль моей жизни. Вот он какой я, как я меняюсь. Вот так меняется спектакль. Ну, кронометраж-то есть? Да, два часа. Это длится без остановки. Надо сказать, что я его вожу по всей стране. И в Москве играю в театре Сатирикон. И я его, по-моему, только в Антарктиде я не играл. Я по всем континентам это провёз и провожу, и так сказать. Ну, этот спектакль впервые в Кирове будет. Вы знаете, что-то подобное, я думаю, я привозил лет 12 назад. Я здесь был. Так мне даже тут фотографии показывали. Я помню, как я здесь был. Я был моложе гораздо на 12 лет и как-то выглядел лучше. Ну, вы сейчас прекрасно. Ну, хорошо, спасибо. Я специально сделал такую свечку, чтобы вы вот срезали и сказали, как я хорош. И сейчас. За 12 лет что-то изменилось? Ну, что-то успели посмотреть уже в нашем квартире? Нет, я не успел. И тогда не успел. Нет, и тогда не успел. Я приезжаю же, знаете, я вот сегодня утром приехал, сегодня вечером поздно уеду. Потому что, во-первых, я повязан с Москвой. У меня очень... Если я отрываюсь от Москвы, я отрываюсь на очень короткий срок и очень плотно в этот срок работаю. Поэтому и сейчас, к сожалению, я, понимаете, ничего не успею. Я буду воспринимать наш с вами общий город на сегодняшний день по публике. В основном по публике. А на какую публику вы рассчитываете? Вы знаете, я рассчитываю на себе подобных. Это значит, что я рассчитываю на людей, которые испытывают какую-то духовную потребность. Которые не только на материальное клюют и, так сказать, о материальном думают и говорят. А которые испытывают какие-то духовные потребности, нужды. Какие-то... Имеют некоторую особую тонкость души. Таких, как выясняется, достаточно много. И такие люди меня поймут. И даже, я думаю, я надеюсь, что мы найдем какие-то общие, даже не точки, а какие-то зоны, я бы сказал, соприкосновения. Такого сердечного, духовного. Таких много в разных-разных городах. А их возраст? Их возраст? Вы знаете, вообще... Ну так, на меня ходит в основном взрослая публика. Но попадается довольно много, такой довольно ощутимый процент молодых. Я вообще, так сказать, с молодыми имею дело же постоянно. У меня же студенты. И как-то мне кажется, что мой язык, он совсем не чушь молодому какому-то даже очень сленгом, засоренному и как-то отмеченному сленгом современному языку. Но я думаю, что как-то я еще способен быть понятым. Духовная тонкость, да, тонкость души, духовные потребности. Вот на Ваш взгляд, в нашем российском обществе, какие сейчас потребности есть? Духовного толка. Вы знаете, есть некое противостояние тому материальному засилию, так сказать, такой политики и экономики в нашей жизни. Потому что создается ощущение, в общем, время циничное довольно, так сказать. Как бы, то есть цинизм пишется через «и», но вообще это все равно так эмоционально от слова «цена» у меня как. Хотя это не очень грамотно. То есть так как бы самому высокому, говорит цинизм, есть цена. То есть самая высокая она только потому, она высокая, что, так сказать, там высока цена покупки этого высокого. Это не так. Я с этим категорически не согласен. Есть вещи, вообще не зависящие ни от политики, ни от экономики, ни от курса рубля и доллар. Есть вещи, прекрасно не зависящие вообще от политической ситуации в стране. Вот это вопросы культуры, это вопросы духовные. Мне кажется, что к этому очень тянется, очень, так сказать, определенная часть населения страны. Потому что без этого вообще жить нельзя. Это некая духовная составляющая вообще населения страны. Ну, есть мнение, что мы просто не прекращаем жить вот в этой тревоге, в потребности чего-то высокодуховного. Конечно, мне так кажется, что это... Я имею в виду период уже современной России, да, когда распался Советский Союз. Мы вроде как отошли от этого берега, но никуда не примкнули. Ну, да, ну, это вообще разговор не для такой короткой нашей с вами передачи. Да, я предупрежу наших слушателей, что сегодня у нас чуть покороче будет передача. В 13.30 мы все-таки должны, Константин Аркадьевич, уже отпустить, дальше готовиться. Да, да. Понимаете, это очень серьезный вопрос. С одной стороны, я вам благодарен за него, что вот вы об этом хотите со мной говорить. С другой стороны, в рамках такой короткой передачи я бы не мог его осветить. Это непростая для меня история, как и для любого, я думаю, жителя нашей страны, который как-то всерьез задумывается над жизнью. Ваше отношение к властям в России, которые, собственно, заведуют культурой, в частности, такая персона, как Владимир Мединский... Ну, это мой начальник непосредственный, поэтому, знаете, не буду я говорить всего, что, так сказать, мне можно было бы сказать. Ну, похвалить есть за что? Я так понимаю, что... Ну, знаете что, вот мучаетесь. Вот вы мне задали вопрос, а я не отвечу на него. Вот так я сказал. Вы лично знакомы? Говорю, что он мой непосредственный начальник. Мы, естественно, знакомы. Больше я ничего не скажу. Не буду про начальство говорить. Отношения в нашей стране к культуре считаю неверным. Неверным. Прежде всего, имею в виду 0,7% от бюджета, который идет на культуру. Мне кажется, это недопустимо мало. Это вообще неверное отношение, так сказать, к духовной составляющей, вообще к духовной составляющей жизни страны. Это очень мало, непростительно, так сказать, мне кажется. Это очень опасно. Так относится. У вас есть цифра в голове сформировалась? Сколько нужно уделять? Ну, знаете, я сижу в общественной палате вообще. Слушаю большое количество очень умных, серьезных людей из области культуры, из разных городов и весей страны. Совсем не только столичных. Иногда сердце радуется, какие умные и серьезные люди приезжают, так сказать, не из столицы, а приезжают с так называемой периферией. Из глубинки. Да, из глубинки. Какие умные и серьезные люди, духовные, которые все в один голос говорят о том, чтобы, так сказать, спасти культуру и спасать ее. Потому что она, так сказать, находится в очень сложном положении и иногда, порой кажется, что критическом, нужно не менее 5-6, ну, никак не менее 5%. Понимаете? Это стратегический вопрос. Потому что дух народа – это культура, это образование, это наука, это вот мозги и души, которые… Это святое место, которое пусто не бывает. Нету Бога, значит, будет дьявол там находиться. Это очень опасно. А на что именно выделять деньги, на культуру? Очень часто слышу эту фразу, но ведь культура наша, современная, российская, она представляет собой тоже… Ну, вы хотите, чтобы я сейчас начал перечислять, это такое количество… Это чиновники тоже, они тоже могут разворовать эти деньги, распилить… Нет, ну, понимаете, то, что чиновники могут… Это просто другой вопрос. В любом случае, понимаете, ведь эти 0,7 тоже, я думаю, разворовывают. Поэтому надо, чтобы было больше. Это уж точно. Понимаете, а уж как ими распорядиться, это вопрос коррупции, это, кстати говоря, тоже вопрос культуры, между прочим. Потому что честность, вообще, как вам сказать, 10 заповедей библейских – это прежде всего культура. Вообще, культура – это ряд ограничений. Культура начинается с нельзя. Разного рода внутренних нельзя, которые должен человек усвоить. Не воруй, не убей и так далее, и так далее. Понимаете, не укради, да, вот это. Вот это – это начало как раз культуры. Культура – это запреты внутренние. Свобода, это внешняя свобода, не может быть привнесена в общество, где нету внутренних запретов. Вот там, где есть внутренние запреты, там можно давать внешнюю свободу. А там, где внутренних запретов нету, а у нас, к сожалению, очень плохо с этими внутренними запретами. Там и свобода местами превращается в нечто свобода слова. Это свобода клеветы, получается, свобода хамства, свобода агрессивных каких-то нападок. Сделать больно. Да, сделать больно другому и так далее. Отнять у другого, отнять, приобретить, сделать это своим, чужое и так далее, и так далее. В общем, это все вопросы культуры. Дискуссия, в том числе и об этом, всколыхнулась после известной постановки «Тангейзер» на Сибирском театре оперы и балеты. Ну, вообще, честно говоря, дискуссия об этом идет все время. И вообще, мне кажется, здесь дискутировать-то не надо. Это такие, мне кажется, очевидно ясные вещи. Когда решаются судьбы страны на уровне высокого начальства, к сожалению, понимаете, у них в головах в это время, они умные люди, образованные часто бывают, понимаете. У них слова «культура» вообще нет. У них есть слова «экономика», «цены на нефть», у них есть, так сказать, «политика». Слова «культура» у них нет в это время. Хотя они вечером могут в театр пойти и все, и быть там, присутствовать. Но как-то отношение к культуре, как к чему-то десятистепенному, это вообще очень неверная позиция. А почему они так себя ведут? Так сложилось, традиция такая. Вообще, время в этом смысле очень мутное и неправильное, мне кажется. Очень опасное время, я бы так сказал. В связи с известными событиями в той же экономике у нашей страны, да, и в каждом регионе, что с культурой-то происходит? Какие перспективы? Денег все меньше и меньше. 0,7, я там уверен, это не окончательная цифра. Ну да, но значит, понимаете, если государство не может справляться, так сказать, с вопросами культуры, надо такой закон издать хотя бы о меценатстве. Ведь он же формально принят, но он пустой. Он не работает вообще, закон о меценатстве. Значит, надо дать возможность богатым людям с какой-то определенной выгодой для себя вкладываться в эту культуру. Тогда это будет не делом государства, так сказать. Ну так, ну понимаете, ну и этого ведь закона нет. Это потому все происходит, что в общем вопросы культуры считаются десятистепенными вопросами. Как-нибудь само собой, да? Да, это очень опасно и это, так сказать, аукнется, я боюсь. И очень не хочу этого. Ну тебе, готовясь к передаче, прочиталось, что в свое время Сатирикон даже брал кредиты на то, чтобы поставить. Да, и брал кредиты. Что-то не укладывается просто. Ну не укладывается. У меня замечательный директор, который прекрасно, так сказать, финансово образованный человек. Он, кстати, президент Всероссийской гильдии директоров театральных. Именно он, не какой-нибудь директор там академического знаменитого театра, а вот директор театра Сатирикон Анатолий Алексеевич Полянкин. Он очень грамотный, высокообразованный, настоящий, так сказать, театральный финансист. Он мне помогает. Ну, собственно, вы с кредитами рассчитались уже. Да, давным-давно. Гораздо раньше, чем, так сказать, было обозначено в срок. Что позволило не прибегать к такой финансовой помощи. Ну, это было по поводу одного спектакля просто. Это когда-то было, это давно, это в давнем прошлом. Просто, мне кажется, у нас хорошая репутация в театре. Я спросил вас перед началом программы, сколько получают актеры? Очень мало. Даже не буду говорить, это унизительная, очень маленькая зарплата, потому что мы федеральные, мы не московские. Московские театры, независимо от качества продукции, так сказать, они получают гораздо больше. И, соответственно, и зарплаты у московских артистов, принадлежащих московскому комитету по культуре, гораздо выше, чем у нас федеральных театров, которые не академические, так сказать. А я вообще хотел давно и хочу вообще отделиться от государства и вообще быть частным театром. Каким образом это? Возможно? Ну, возможно, возможно. То есть, это оформление юрлица как-то? Ну, возможно, возможно, не буду рассказывать, сам каких-то вопросов не знаю досконально, поскольку я в этом деле не профессионал, но, значит, вот мы с директором давно этой идеей, так сказать, опалены, потому что много больших глупостей, так сказать, в формальном процессе общения с государством очень много приходится глупых вещей делать, так сказать, таких разрушительных. А примеры есть у нас в России? Частные театры? Нет, частные театры у нас есть, изначально затеянные как частные. А вот чтобы государственный театр превратился в частный, такого примера не было. И вот мы, так сказать, предлагали. В свое время Владимир Владимирович Путин был нашим большим, так сказать, в этом смысле сподвижником. Он вас, кстати, поздравлял с 75-летием, театр «Сатирагон» в прошлом году. Да, 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 поздравлял. Да, и когда-то он мне вручал орден прямо на сцене нашего театра. Да нет, это, как сказать, у меня даже с ним какие-то есть некая биография взаимоотношений. Вы знаете, у нас, как известно, в Кирове три государственных театра. Это областные драматические, театр «Юного зрителя», театр «На Спасской» и театр «Кукол». Вот какая история у нас была в 2013 году. Разгорелся скандал. Ну, как скандал. В конце лета 2013 года театр «Юного зрителя» у нас покинул очень талантливый режиссер Дмитрий, простите, Борис Павлович его зовут, Борис Павлович. Семь лет он отработал, он выпускник Питерской академии театральной. Отработал у нас семь лет, и вот его присутствие в этом театре, действительно, там очень было много премьер, очень громких спектаклей, на «Золотую маску» даже номинировались эти постановки. И, собственно, чем все дело кончилось. Вот в конце лета 2013 года он написал письмо, что «Я не могу так больше, зарплата актеров маленькая, жилья у меня нет, за семь лет правительство области не выделило ничего. Огромная текучка кадров, когда каждый год приходят актеры по 15-20 человек, приходится их в материал. Собственно, вводить это, отнимают очень много времени, но вот, что называется, руки опустились, он уехал на родину, в Санкт-Петербург, вот театр остался без такого человека. Очень печальная история. Вам известны такие случаи? Ну, известны, конечно, это же не единственный случай. Хотя это печально очень, так сказать, привыкнуть к этому нельзя. Это действительно так, да, вообще, театральные артисты и вообще театр, так сказать, все время выживает, не живет, а выживает. Сейчас я не говорю о тех восьми обладателях грантов, так сказать, четыре в Москве, четыре в Санкт-Петербурге, таких театров, которые, как бы, гораздо больше материально обеспечены, но это не решает проблему. Это восемь театров, так сказать, хороших, но в стране-то пятьсот, больше пятисот театров, и, в общем, эту проблему-то не решает. С этим мириться или что-то? Нет, мириться с этим невозможно. Надо вот, понимаете, ну как, ну, конечно, я не очень верю в свою, так сказать, в пользу своего присутствия в общественной палате, потому что это все равно, я не очень понимаю степень полезности в моем присутствии. Вы пригласили? Нет, меня туда выбрали, меня туда выбрали. Ну, понимаете, я не очень понятно, мне пока что, чем я могу быть полезен. Я свою позицию, так сказать, называю, говорю, довольно это выглядит резко, часто. К вам прислушиваются? Я не могу понять. Я думаю, что прислушиваются ко мне только присутствующие на заседаниях общественной палаты. Дальше нет, ну, журналисты, как только я что-нибудь скажу про мат, например, про вот эти глупые законы. Да, кстати. Запрет. Да, нет, ну, это понятно, это абсолютно совковый закон, потому что это борьба, это война с зеркалами. Мат, это, к сожалению, ну, это так, это характернейшая особенность современной речи любого слоя российского, любого. Это характернейшая особенность речи. Поэтому то, что это плохо, конечно, но с этим надо бороться в жизни, а не на сцене, а не запрещать это отражать. Потому что главная функция искусства – это отражение жизни. Вот. А когда запрещают это показывать на сцене, это означает, что искусство хотят сделать плакатом по образцовому поведению. Это большие уже, так сказать, совковые дела, которые… Я уже это проходил, всё. Не понимаю? Ну, кстати, по поводу запретов-то, да, опять-таки, связанные с Тангезером, да, одно из последствий. Там было предложение из администрации президента о том, чтобы худсоветы возродить в театрах и устраивать предпосмотры. Нет, ну я думаю, что это предложение не пройдёт. Это просто, значит, советы, просмотры – это всё цензура. Это запреты на эти слова – это ведь тоже цензура, на самом деле. Потому что как быть, это сейчас, понимаете, сейчас огромное количество великих произведений, так сказать, по всему миру, которые это в себя включают. Потому что искусство меняется, искусство становится более острым, более жёстким, наступательным. Искусство меняется, потому что оно ищет возможность проникнуть под толстую кожу читателей, зрителей. Ведь люди ко всему привыкают. И современное искусство ищет эти лазейки. А обострение, так сказать, сейчас – это совершенно естественное следствие поиска этих путей проникновения под кожу. Ну, жёсткая речь – это один из важных, так сказать, способов как-то шокировать зрителя. Есть по всему миру ограничения. Надо предупреждать, надо, так сказать, детям до 18. Конечно, этого вполне достаточно. Не надо запрещать этого. Что это за глупости такие, очень уже знакомые, понимаете? Когда-то у нас был джаз запрещен, когда-то инструменты музыкальные запрещались. Это всё, так сказать, рецидивы, понимаете, тоталитарного нашего, так сказать, существования рабского. Вот, что я думаю. Это довольно просто. Но по вашим ощущениям, по вашим прогнозам, государство пойдёт и дальше по пути закручивания? Ну, попытается. Попытается. Какая-то часть, так сказать, руководства, чиновничества, так сказать, бюрократии попытается. И пытается, и очень активно есть в этом смысле очень продвинутые, в кавычках, так сказать, очень активные люди, которые симулируют свою, так сказать, такую нравственность. Как отразить жизнь армии без этих слов? Сейчас я читаю современную драматургию. Да ни одна пьеса не проходит по этому. Да просто ни одна. Потому что жёсткое искусство, да, стало жёсткое. А как отразить жизнь закулисную тех, кто этот закон придумал? Потому что я абсолютно знаю, что они матерятся. Потому что это тоже, это и в думе нормальный рабочий язык. Который, так сказать, понимаете, в кулуарах царит. Да это же известное дело. Понимаете? Как вот если снять документальное кино? Значит, документальное кино должно умереть просто. Или быть запиканно, или будет час пик. Если оно час идёт. Цензура прямой речи, соответственно. Да, да. Тех людей, которые... Ну, конечно. Остается буквально минута у нас. 2015 год, год литературы, прошлый год, год культуры. Что-нибудь значит это для вас? Означает декорации. Потому что у нас чем плохо, того и год. Вот так я бы сказал. Потому что это тоже год культуры, год литературы. Чтобы не тратить деньги, решают, так сказать, давайте назовём это. Потому что он действительно, вот президент шарахнулся от того, что просто, понимаете, не знают русского языка. Пишут с ошибками и все уже. Или поголовно. А это прямое следствие того, что этому уделяется очень мало внимания. Понимаете? Ну, значит, вот год литературы. Ну, это... Надо деньги вкладывать в это. Надо тратиться. Надо этим всерьёз заниматься. А не, так сказать, какие-то лозунги придумывать. Так мне кажется. Так я думаю. Ну что ж, стекает время нашей программы. Большое спасибо. Константин Райкин, народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон». Ещё раз напомню, что сегодня вы выступаете на сцене «Докородина». Начало моноспектакля в 19.00. Спасибо большое. И, кстати, с наступающим вас юбилеем. Позвольте поздравить. Ой, боже мой. Да. Я не знаю. Ну, уже поздравил. Ну, хорошо. Спасибо, конечно. Но я бы сказал, я не юбилейный человек такой. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо.